МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не жалея себя и спасая чужие жизни. Депутат Народного собрания Замрут Бучаева наградила медработников села Нижнее Казанище. Возьмемся за руки, друзья. Под таким слоганом в Кумыкском музыкально-драматическом театре прошел фестиваль хорового пения. В Кизелюрте погиб 8-летний ребенок, находившийся на прицепном устройстве автомобиля. Во время поворота машины мальчик упал. Под колесо прицепа. От полученных травм ребенок скончался по пути в больницу. Водитель грузового транспортного средства доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. В Дагестане отмечен самый высокий естественный прирост населения по стране. За два года число жителей республики увеличилось на 2,3%. Это более 90 тысяч человек. В целом население России за указанный период уменьшилось на более чем 700 тысяч человек. Самый большой демографический спад отмечен в Тамбовской и Магаданской областях. Махачкали – одна из самых низких зарплат в стране. Такую неутешительную позицию для нашей республики определило агентство «Реорейтинг». Средняя заработная плата в столице, по данным источника, составляет чуть больше 29 тысяч рублей. Первое место занимает Москва. Среднемесячная зарплата там превышает 100 тысяч рублей. Пять городов из последних десяти в рейтинге – это столицы северокавказских республик. Невысокие показатели здесь во многом объясняются слабостью экономики. В Дербинте после реконструкции прошло открытие улицы имени Рзаева. На объекте проведен ремонт сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и уличного освещения. Благоустроены пешеходные зоны и проезжая часть. А также проведены работы по озеленению и оборудована парковка. Проект благоустройства улицы получил грант на реализацию из федерального бюджета. Как бы мы ни старались, администрация, мои коллеги, коммунальщики, не старались, без поддержки жителей, без бережного отношения к тем изменениям положительным, которые происходят в городе, мы не сможем идти вперед. Привиться от коронавируса можно в центре Махачкалы. Теперь пункты вакцинации открыты на базе Дагмет-университета. Для удобства жителей вакцинацию можно сделать и в выходные дни. Руководитель Минздрава Республики Татьяна Беляева отметила, что многие граждане не имеют возможности получить прививку в будни. И в связи с этим по договоренности с ДГМУ им была предоставлена возможность вакцинироваться в выходные. Для этого на руках достаточно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Отмечу, что на сегодняшний день в республике уже почти 32 тысячи жителей получили прививку от COVID-19. Как вы видите, народ воспользовался этой возможностью и пришел на вакцинацию. И для нас это очень важно, чтобы именно люди пожилого возраста уделяют внимание проведению вакцинации, потому что это самая большая группа риска. В самые тяжелые дни пандемии они работали, не жалея себя. Депутат Народного собрания Замрут Бучаева отметила благодарность у медработников села Нижнее Казанище. Мероприятие прошло в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Врачей, рисковавших своей жизнью ради других, пандемия выявила немало. Санитарка Нижнеказанищинской участковой больницы Секинат Ахмедова – одна из таких. Пик распространения инфекции работала в красной зоне. Сама переболела COVID-19, который на фоне сахарного диабета дал осложнение. Медработник перенесла несколько операций. Ей ампутировали ногу. Депутат-волонтер Замрут Бучаева посетила Секинат, чтобы выразить искренние слова благодарности. Дайте я вас, что-то, что-то. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо от нас, от всех, за ваш труд. Это вам благодарность. Там малость, которую мы можем вам сказать. Замрут Бучаева взяла под личный контроль вопросы оказания помощи Секинат. В частности, получение страховых и иных выплат, обеспечение инвалидной коляской и последующей реабилитации медработника. Давайте сделаем так. Мы все, что можно, попробуем поэтапно, спокойно, сейчас все разберемся. Хорошо? Кроме того, в Центре традиционной культуры народа в России, села Нижнее Казанище, прошло мероприятие в честь медицинских работников. Благодарственными письмами и ценными подарками были отмечены медсестры Саньяд Кашимова и Савдат Баматова, а также дежурный врач-терапевт Патимат Айдемирова. Даже боялись идти на работу, можно сказать. Во время пандемии было очень сложно всем врачам. Мы даже не знали, с чем сталкивались, с чем работали. Год назад это все случилось так неожиданно. На нас все это свалилось, хотя мы не знали, но мы боролись с этим. Неважно, медик ты, столичный или сельский врач, жизнь пациента одинаково важна для каждого. И пандемия это еще раз доказала. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Нижнее Казанище. Там же в селе Нижнее Казанище с размахом отметили Международный день детской книги. В рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» в пять школьных библиотек были переданы 350 книг дагестанских авторов. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня в нашем с вами общении мы пришли к такому одному верному точному пониманию, что книга в нашей жизни, она была и будет всегда занимать самое важное место. Несмотря на обилие гаджетов, несмотря на всесилие интернета, несмотря на то, что мы сегодня живем в век высоких технологий, но книга должна стать вам другом. Хотя день приурочен детям, но праздник получился всеобщим. В Центре традиционной культуры народов России собрались представители образовательных, культурных и медицинских учреждений. Выступлениями присутствующих порадовали юные вокалисты, творческие коллективы и лауреаты конкурса чтецов «Живая классика». И страну родную защищать я буду, растваливый, Мы щагать лево, ведь мы наши родины сильны. А в Кумэкском музыкально-драматическом театре имени Салаватова прошел фестиваль хорового пения. Более 60 коллективов из районов и городов Дагестана встретились для обмена творческим опытом, расширения репертуара, ну а главное для укрепления мира и дружбы в регионе. Ларьяна Шамхалаева продолжит. В сопровождении музыкальных инструментов или без них, и не используя микрофоны, так дагестанские хоровые коллективы встретились на одной сцене под слоганом «Возьмемся за руки, друзья». Выступление оценивала комиссия в составе деятелей культуры и искусства, однако цель не выявить лучших, преследовали организаторы, а объединить профессионалов и любителей искусства и поддержать национальных исполнителей. Это коллективы, которые поют на языках народов Дагестана, а это самое главное зерно любого исполнительского искусства, когда мы языковую культуру видим, развиваем, понимаем, сохраняем. Искусство музыкального пения действительно дает возможность узнавать больше друг о друге, а еще это возможность заявить о себе и попасть на окружной этап Всероссийского хорового фестиваля, считают участники. Мы всегда стараемся ансамблем участвовать в таких мероприятиях, когда нас приглашает Дом народного творчества. Мы с превеликим удовольствием хотим показать свое творчество, чтобы нас оценили, чтобы какие-то замечания сделали, чтобы мы на будущее эти замечания исправляли, чтобы с нас какой-то пример брали, молодое поколение. Все участники фестиваля получат памятные дипломы, а с улучшением эпидемиологической обстановки культурно-развлекательные мероприятия будут проходить все чаще. Накануне дагестанские полицейские провели субботник. С самого утра работники правопорядка, сменив форму на рабочую одежду, взялись за дело. Так, сотрудники Ленинского РОВД совместно с местными жителями очистили от мусора территорию поселка Хушет и береговую линию озера Агель. Также перекопали почву вокруг деревьев в сквере по проспекту Имама Шамиля, где три года назад они эти деревья и посадили. В планах правоохранителей и добровольцев продолжить уборку на других участках столицы республики. Участие в субботниках для полицейских давно стало доброй традицией, и тем самым они вносят свой вклад в благоустройство республики. Личный состав Ленинского районного отдела, с учетом того, что в последнее время общественность уделяла очень большое внимание озеру Агель, тоже решили принять свое участие. Вы видите, личный состав здесь проводит активную работу по очищению прибрежной полосы. И по завершению мероприятий на этом объекте мы продолжим проведение субботника уже на других участках. И о спорте. Боксер-профессионал Магомед Рассо Меджидов узнал имя своего нового соперника. 17 апреля на турнире в американском штате Флорида он встретится с отечественником Андреем Федосовым. Поединок пройдет в тяжелом дивизионе. Меджидов – трехкратный чемпион мира среди любителей. На профессиональном ринге он провел три боя, одержав во всех досрочные победы. На счету его оппонента 31 победа и три поражения. Последний раз дагестанец боксировал в ноябре, победив ранее небитого кубинца Сахрета Дельгада. Смотрите наши выпуски также на официальном сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи.